здравствуйте дорогие зрители с вами андрей или же иной и мы продолжаем проходить реверс а сегодня мы будем проходить и переводить предания в честь етенити ну что же давайте читаем как обычно в описании ссылка на плейлист прошлых переводов реверса есть ссылка на дзен либо на youtube в описании видео где вам удобнее смотреть также есть ссылка на телеграм-канал где конкретно реверс выходит так что если вам неохота подписываться на мой канал подписывайтесь ради реверса и там видите только видосы по реверсу ну что ж так старый сон остался или мечта оставшиеся мечтам так я всегда я частенько думал об этом месте с озером где вода там протекает через хижину и лампа спокойно там освещает паутинку всякую ну ладно давайте посмотрим что там за история вечности вини фред как будто бы к вини пух но не совсем меня зовут брайан финна меньше чем какой-то там полноценный режиссер фильма с жалким талантом данным не богом я сделал фильмы которые отрицают классификацию и не подходят не хорошие и неплохие но все еще и никогда не смог создать фильм который я могу по-настоящему назвать своим собственным теперь даже щедрости святого духа так достигла своего конца какой-то режиссер арт-хауса брайн его грубая рука дрожит как она там ищет что-то по земле она проходит по краю стола сталкивает полуоткрытую медицинскую коробочку откидывает незакрытую ручку но так и не достигает то место куда она тянулась папа ну хватит уже смотреть через эти старые кассеты доктор дэвид говорит что должен отдыхать в кровати к тому же твоя работа уже всех там увлекла всех этих инвесторов и они как говорится прям впечатлены какие у тебя вообще могут быть сожаления оставшиеся ну ты должен быть доволен что все уже замечательно сделал нормально все ее брат говорит его гордость достижениях отца звучит в его голосе да папа критики только делал что хвалят твои фильмы особенно новая мечта там англии рука старого человека задержалась в воздухе нет мой дорогой мальчик этот сон это самое большое сожаление моей жизни 40 лет потрачено на эту штуку я все еще так и не смог ее завершить но резко только всего забрала годы моей жизни но неважно как много изменений я сделал я не мог заполнить эту пустоту это этот провал преследует меня годами десятилетиями до сих пор он меня преследует в этот момент у меня нет выбора кроме как признаться что я провалился и не справился захватить сущности настоящего вампира даже нет даже мимолетного так сказать вдохновения что вот вампир это прям ух а вот я не смог этого справить старик начался становится слишком перевозбужденным и из-за этого у него там начал кашель сравнивать с вампиром которого я видел не хватает ничего жизненного какого-то внутреннего элемента ну что тогда чего тебе не хватило отец я я не знаю тишина опустилась на спальню даже звук дыхания брайана утихает оно становится медленным и успокаивающим как будто бы они исчезнут в любой момент это сожаление в каждом вздохе слышится сынок достанешь мне тетрадочку со стола да и переверни ее на последнюю страницу да отец я принцую сейчас парнишка подбежал к двери пока девушка присматривает за ее отца с меланхоличным взглядом ее лицо наполнено на сожалению беспокойство но твои глаза не переживай обо мне Илья его глаза давно потеряли свою жизненность они наполнены так сказать в таких сморщинистых глазницах это был мой верный компаньон много лет даже даже с этими плохими глазами моими я все еще могу читать эти штуки если просто прикоснусь отец вот она вот она Брайан Финн Робин осторожно поместил записку в руки отца ах да это более полезно чем всякие там эти лекарства что вы не согласны старый друг с небольшим усилием он так сказать проверяет хрупкий контур книги я все еще нуждаюсь в тебе чтобы задокументировать все правдиво как минимум пока что у нас есть одно последнее путешествие сделать финальное рывок а теперь где бы я должен начать эта история начинается в новом Англии я верю тогда я был молод нетерпелив наполнен страхом неизвестного ну что ж история про вампиров интересно 1930 новая Англия хижина поместилась возле леса и озера обычное так сказать место для фильма ужаса вот это звучит неплохо потому что события зеленого озера это был так сказать лучший патч в моем понимании хотя парочку патчей я так сказать условно пропустил ну как пропустил я их еще не до конца перевел но я еще смогу это сделать поэтому я ничего не потерял ммм мох там пробирается через окошки и попадает в хижину он как будто бы он пытается тихонечко изгнать всех посетителей печально но он не сможет прогнать молодого молодых отчаянных детишек хм хм чёрт возьми ты 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 точно уверен что тут была была ведьма которая варила зелья из волос из детишек а какой фигне ты вообще говоришь Джаред что за дети такие прям максимально хулиганистые я слышал здесь вампиры обитают в этих лицах ну знаешь такие в которых зубы там которые могут прокусать кожу твоей шеи и высасывать свою кровь там все вот такое крутое он поместил свою руку на дрожащую плечо плечо возле него божечки посмотрите-ка на нашего маленького Брейна он прям дрожит если он будет дрожать ещё быстрее он может стать чисто каким-то там работником на фабрике моего отца там я уверен у него уже подгузники готовы хватит вам ребята это 30-летний Брайан 30 лет назад что же он там стариком ну 40 лет ему там 50 там прям изобразили бедного бедного такого старейшего старика давайте пойдем домой я серьезно не хочу чтобы там миссис Мэдисон ругалась за то что мы домашку не сделали кстати поздравляю с первым сентябрем вас и с начало нового учебного года так Джаред похлопал его по плечу и оттолкнул его да не переживай ты маленький Брейн легенды говорят что вампиры любят кровушку молодых парнишек а не каких-то дрожащих мартышек ха тогда значит Брайан будет самым безопасным среди нас давление на плечи Брайана усиливается эти эти легенды наверное просто куча всяких глупостей верно же ну конечно же ну да чё ты тогда боишься маленький Брейн ветерок задул в дверь из-за этого она так со скрипом открывается ну что ж иди вперед сэр давай заберись поглубже и скажи как у вас как вы поживаете мистеру вампиру так вот затолкнули пацана просто вперед толчок сзади посылает Брайана прямо вперед он упал в еще более страшную выглядящую комнату ударив головой об уголок стола ай эх посмотри что ты сделала ты неуклюжий а ты испугал всех критеров о моя голова пока пока маленький Брейн мы будем ожидать твоего триумфального возражения в городе и заперли пацана ну вот чисто хулиганью и дверь так сказать закрылась эй не оставляйте меня здесь вы не можете это со мной сделать я не хочу чтобы меня съели вампиры нет его голова вращаются как его сознание потихонечку падает во тьму ах грумкий звук достигает его издалек эээ! это звук кажется моя голова сейчас взорвется боже мой это что землетрясение это удар по голове синие легкие синие про моря за залетела в комнату из-под кровати из трещина в деревянном полу ты у меня галлюцинации или это это действительно вампиры здесь живут синие волны обмывают стены стол лампу деревянный стол все связано синим узором они собираются вместе и начинают двигаться они танцуют в бесконечном синим в конце концов окружая молодого парнишу как будто бы они при рожденных жизнь медузки вот это по-моему тогда-ка посмотрим покажите мне что там ты не выглядишь хорошо мой не приглашенный гость нужно помощь девушка с английским лицом а появилась над ним стоп пауза он короче может быть отдохнешь может быть нужна помощь и он в итоге вырубился так нужна помощь я ты ты действительно вампир а ты вампир женщина с лицом ангела похоже не впечатлена заинтересовалась этим вопросом явно что ты прям нуждаешься в хорошем отдыхе нас синяя так сказать заполнила все кругом ослепляя все кругом он сдался и потонул во сне и вернулся в пустоту так сказать я никогда не забуду то что я видел в тот день я точно верю что это что в этой мелкой хижине я видел настоящего вампира она была такой красивый такой захватывающий и наполненный жизнью это была наша первая встреча после этого я фантазировал бесконечное количество раз о том что мы встретимся снова до тех пор пока мы не встретились снова вот несчастью и вечности у меня нет поэтому я даже не знаю вампира на не вампир какая там у нее история спаситель из синего она спасла спасла потенциальные так зате стыд и стыдливую ситуацию и добыла сердце которое не смогло отпустить ладно не будем задавать вопросы не надеюсь вы простите меня что я недостаточно литературно перевожу иногда некоторые слова и фразеологизма я не могу забрать но как могу надеюсь этого достаточно война наступила ну да если там 1930 то через 15 лет там через 10 даже так через 15 закончил все до победа наступила война заставив нас всех от оттолкнуть все эти детские вещи и вырасти я в том числе это было жестокое и печальное про прощание она заставила всех из нас попрощаться с нашими мечтами и откинуть их в прошлое сказать прощание нашим снам нашему прошлому и миру который мы знаем прежде чем я это понял меня записали в армию и отправлены в иностранные земли финны 1040 клуб офицеров атмосфера среди сталкивающихся звона посуды кубков всяких разных как будто бы все должны толстым кричать за победу пока не все еще могут выпьем же ребята он вытягивает еще один глоток из бутылочки за яркое будущее сержант финт какого черта ты держишься за эту маленькую книжку свою ты же что не пишешь какие-нибудь всякие глупости обратно дома в дом не так ли брейн такой да хватит тебя ничего плохого в этом нет я тебе могу прямо сказать сейчас питер когда ты доберешься домой ты будешь рассказывать басни еще более жесткие чем брайан тут рассказывает так что давай пиши что хочешь брейн не забудь рассказать рассказать часть где я ввел наступление он хлопает во брайана по плечу брайан как только крепче держится вывод записную книжку это не письмо это мое исследование а вот теперь это то что то не частенько услышишь дай-ка посмотреть он протянулся вперед выхватилась записную книжку из рук брайана и это просто несколько грубых идей они еще не закончены другому мужику походу плевать соборник дата и мистических вампиров а ты там случайно к мисс джулии там не связался недавно я должен признать а она нежно касается когда она обматывает нас это как она вытягивает кровь очень легко я практически засыпаю засну в прошлый раз когда ты сделала не повезло брайан у тебя тут больше заперников чем у собаки есть блог но я уверен сравнивать мисс джулию с вампиром ты получишь только носкому в рот как говорится из-за отряда ну кто-нибудь из отряда тебе носком просто по лицу заедет за такие слова они смотрят на брайана с жалостью как будто бы уже оплакивая его что он все потерян для ребят это не для джулии а брайан трясет своей головой и серьезным выражением на лице и если называть вампиром это вряд ли на оскорбление они символ красоты чистоты и бесконечной жизни говори что хочешь но ты когда-нибудь видел настоящего вампира это просто и выдумки которые я верил когда я был ребенком но я должен согласиться что они довольно подходящий для того чтобы пугать маленьких хулиганов я видел настоящего вампира все потихонечку замолчали и затем рассмеялись должен признаться сержант финт твое чувство юмора прямо что-то с чем-то ты прямо отлично рассказываешь истории я серьезно когда я был ребенком я видел ее с тех пор я на еще больше информации о ней даже есть это самые малые маленькие слухи она была идеально все что я мог вообще вообразить прямо как ты на что сейчас смотришь брайан но ты же не думаешь что где-то вампиры бродят по миру а брайан смотрит комнату отчаянно пытаясь найти подтверждением клуб наполнен людьми тяжелые разговоры и всякие такие шумы и свет заставляют его голову крутиться вращаться голокружение как глаза брайана пролискользнули по комнате он внезапно остановился как приятно увидеть тебя снова мистер миссис кейт какая красотка то с медузкой медузки тут медузки там эх вечность и тяните но не не глаза не красные значит они может в чем пиром или может быть разве это были годы с тех пор как мы видели друг друга последний раз ох как я тебе завидую винни фред ты даже не постарела ни на годик время есть особая магия не так ли руки брайана начали дрожать он чешет чешет свои глаза в неверении он пытается говорить у него прямо таких горло засохло затем он прокашлялся это она причем он понимает что он делает то он бросается прямо к ней и брайан чё с такое ну хватается за рукав брайана его голос за тихает ты что вообще потерялся себя чувак я знаю она выглядит прям прекрасно да я даже больше чем нас наша мисс джулия но это леди прямо не в нашей лиги не 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 успокойся я видел ее в нашем офисе командирском офисе даже командование недостойные и я слышал что он особый гости из нашего как там припасы боеприпасов тот кто припасы нам дает она даже связи с незаконным миром здесь имеет так что лучше тебе эту мечту попрощаться с ним он хватает воздух где должен был убить там кстати куртка брайана но его уже нет что такое брайана не остановить ну-ка как подходим к вампиру подкаты к вампиру ну-ка брайан теперь стоит прямо перед ней записанная книжка в руках дрожит яростно здравствуйте мы здравствуй сэр это было довольно мощное появление она нежно улыбается похоже уже привыкла к таким вторжением ох простите и примите мои извинения мэм я не хотел вас обидеть это просто вы выглядите прямо как кто-то кого я встретил давным-давно но не самое так сказать жалко линия которую я когда-либо слышала сэр если ты хочешь новое знакомство сделать я честно же советую тебе выбрать и менее клишированные фразу в следующий раз я собираю информацию о вампирах вот почему мне нужно поговорить с вот это уже как бы заявочка на уникальность девушка перед ним и засмеялась а ты прямо быстро реагируешь но неужели я на самом деле выгляжу как вампир может быть это из-за нам из-за моих выделяющихся белых волос это печаль это когда эти благородные девушки тянутся за мной чтобы открылась секрета за этими за тем как я ухаживаю за своими волосами нет нет вы ошибаешься здесь я верю что вампиры особая раса обладающие преимуществом обычные люди не обладают например использовать человеческую кровь как усиление позволяет им получать становиться сильнее физически и более важно сохранять свою жизненную силу и внешность гораздо дольше они сущность красоты и благословенные дети бога это довольно интересная теория но на самом деле не подходит с медицинской наукой не так ли она решила выпить немножечко существа которые самые ближайшие напоминают твое описание летучие мыши они кормятся на человеческой крови и активны по ночам но они не получают долгой жизни или красоту красивый личики из-за этого наоборот они грязные всякие вирусы переносят делая их одними из тех животных которых мы прям больше всех ненавидим даже в реальности арканской биологии нет таких индивидуалов а если же и есть на самом деле раса способная вечной жизни тогда они будут скорее всего обречены на уродство и на всякие бесконечные болезни я же с другой стороны слышала гораздо более подходящие истории русалки на границе с воды с водой у них длинные волосы они хватают моряков и топят корабли чтобы сохранять свою внешность конечно если не поглощаться в ересь всякую ты должен всегда можешь всегда пойти на север и увидеть их сам лично северные русалки во льдах нормально как тюленчики такие милики но я клянусь я видел вас раньше упс 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 если ты не хочешь чтобы тебя считали агентом подземного мира или шпионом чужой армии хватит привлекать так много внимания эти люди они все такие жесткие экстремисты они не хотят не хотят вмешиваться так сказать в маленькие непонятные вещи это будет лучше для нас обоих спасибо вам в общем что то она ему сказала и он такой типа чувак не шуми Брайан осматривается его компоненты все еще машут ему издали неважно я все еще верю что вампиры существуют я не сдамся он кивает и уходит погоди молодой человек это красивая украшенная кредитная карточка кредитка которая не для оплаты потому что сороковой год а это просто вот телефончик с именем она практически кажется что она прозрачная на прикосновение мокренькая возьми ее Винни Фред мэм меня зовут Брэйн очень хорошо мистер Брэйн может быть когда-нибудь мы займемся делами вместе а хорошо верно Брэйн мгновенно оглушенный понимает что он уже что она уже исчезла без следа он поместил эту бизнесную карточку в карманчик осторожно кстати не помяв ее но неужели я ошибся кто же такая вечность вампир ли она вампир ли она вспышка фильма да мы испытываем фильмы мечты и постоянное движение времени времени когда он видимо снял впервые это свое кино и оно стало популярным все что случилось в ту ночь исчезло практически так же быстро как оно появилось с исключением за карточки которая оставалась все еще прижималась к моей груди из-за некоторое количество событий я так и не смог поискать эту женщину по имени Винни Фред конечно я продолжал собирать все что я мог по вампирам несмотря на то что остальной мир считал это просто траты времени в конце концов даже так сказать спор от моих напарников утих кто-то умер на поле боя кто-то пропал и я никогда больше о них не слышал как будто бы все вокруг меня тихо говорилось что наша предыдущая встреча была не больше чем какой-то эфемерная тень что-то что даже не стоит запоминать война продолжалась откидывая одну молодую жизнь за другой в сторону они мчались на поле боя и никогда не оглядывались и конечно это включало и меня не прошло много времени прежде чем я почувствовал эффект войны во время атаки на вражеский пост я поймал пулю в грудь меня меня отвезли на госпиталь полевой но к удивлению доктора рана не была так всего серьезной кроме каких-то царапин и обычного хронического кашля а нет не кашля как-то хронического там проблема суставов из-за постоянного марша я был в порядке это была карточка которая была возле груди которая остановила пулю когда пуля ударила это было теплое прикосновение в моей груди и мягкая вибрация я провел долгое время скрипя мозгами но я даже не мог вспомнить в ту ночь когда мистическая вини фред передала мне эту карточку была ли она такой же крепкой с такой же глубоким синим узорчиком как в тот день когда я меня выстрелили на секундочку постоянные клики часов на стене единственный звук который звучал в комнате ты никогда нам этого не рассказывал верно это история потрясающая карточка которая защитила тебе твое сердце в битве парень хотел бы я это увидеть лицо паренька наполнилось интересом прости парнишка тебе возможно никогда не получится увидеть это я потерял ее когда-то позже во время работы ох это наверное было когда ты был режиссером глаза старика закрылись как будто бы проматываясь через десятилетия воспоминаний я так не думаю тогда когда я был занят с тем чтобы денег зарабатывать я везде с собой носил эту записную книжку надеясь найти работу но позже ты же справился не так ли м робин поднял свою голову вверх с полной гордостью в своей авансе это тоже была судьба мой ребеночек перед лицом благословения святого все что мы можем это принятие план божий с тех пор как я выжил на поле боя я никогда не сомневался в миссии которую бог передал мне он вдохновил меня продолжать мое исследование вампиров до конца моей жизни как он говорит редкая румянец появляется на лице старика напоминая о том какой он был отчаянный и упрямый ты не думаешь что должен немножко отдохнуть Брайн трясет своей головой время ни для кого не останавливается моя дорогая и прямо сейчас оно не на моей стороне прямо как и не на моей стороне потому что либо я сегодня доделаю это событие либо оно исчезнет ну как исчезнет скорее всего просто не смогу завершить боевые миссии а вот историю то наверное можно пройти но в боевых миссиях вроде как какие то дополнительные фразы там сказано в общем разработчики что то сделали что теперь мне предание надо делать если я хочу ресурсы получать и так сказать оружие которое там дают он поворачивает на следующую страницу в своей записной книжке когда война закончилась меня как бы освободили ну с войны с армии именно тогда я поступил в университет южной калифорнии чтобы изучать фильмы я надеялся создать фильм тот который принадлежит вампирам и мне и ко мне дом отлично дом очень надежно а теперь слушай брайан всего завтра большое прямо съемка будет твой первая одиночная съемка так что не обломайся ага понял ага ага эти чертовы чуваки хотят своих собственных итогев особенно недостойным я это да бывает ли плевать никаких вампирах наверное я только не что я то твоем фильме. Понятно? Да, мистер Дэнни. Если главный... Еще хоть что-то услышит о всяких там разговорах, которые ты там интересуешься. Тебя выкинут на улице. И ты можешь забрать свои чертовы мечты с собой. Понял? Брайан тихонечко запихивает свою записную книжку в карман. Но не печалься, потому что завтрашний клиент прямо загруженный. Индустрия фильмов прямо сейчас в яме. И поймать работу это тебе не прогулка в парке. Без какого-то, кстати, хорошего хватки в этой работе ты никогда не выполнишь, не сможешь получить свои мечты и выкопаешь их из земли. И он снова похлопал Брайана по символическим ударам по плечу. Все время его по плечу хлопали, он такой я ненавижу, когда меня по плечу хлопают. Так, горничная. Мистер Брайн. Мистер Брайн. Леди дома готова принять вас. Она ожидает ну, в комнате там в переодевалке. Спасибо вам. Я буду прямо сейчас. А прикиньте, сейчас заходят и там и тяните. Вот это будет страх Ина из Силасвегевиси. Он трясет своей головой, быстро отодвигая свою записную книжку. Работа. Что ж, не вампиры, так вам не вампиры. Он делает глубокий вдох и идет в переодевалку. Тук-тук-тук. Мэм, вы там? Я Брайн из Святого Объединенного Фильма. Я здесь, чтобы заснять вас. Заходи. О, это точно она. Входи. Похоже, это была еще одна маленьких шуток Бога. Когда я меньше всего ожидал этого, как это, шестеренки судьбы повернулись снова. И как они повернулись, этот звук практически оглушил меня. приятно познакомиться, новенький. Ох, какая же она, да? Виннифред. Приятно познакомиться с вами. мистер Дани не пришел с тобой? Какая печаль. Я думал, мы довольно хорошо работали вместе. Брайан открывает свой рот, но не знает, что сказать. Фигура перед ним и прямо инопланетная и знакомая. Прямо как красивый пузырик, который нельзя не лопнуть. Ну что ж, я доверяю твоей компании. И ты же не разочаруешь меня, не так ли? Конечно, нет, мисс Виннифред. Приятно поработать с тобой. Она протягивает свою руку. Вы выглядите так же молодо, как и всегда. Мы встречались раньше. прежде чем Мелония дождав все ответа, она посмеялась и немножечко нежно зевнула. Эх, мне это частенько говорят. Обычно от клиентов, которые там много торгуются по поводу всяких сокровищ захотели купить. Но эти комплименты можно их легко просто со временем откидывать. Но я принимаю комплименты в любом случае. Но знаешь, тебе нужно гораздо больше рассказать, если ты хочешь бонус от меня получить, молодой человек. Тебе немножко побольше сердца вложить, как обычно я говорю. я понимаю, вы прям не все любите льстить, что молодой как и всегда, но ты давай старайся побольше. Если ты бы послал мне картинку на неделю раньше, или бы продлил наш съемку, и она честно, кстати, торгуется самой с СБ. Вы на самом деле не помните меня в офисе в клубе офицеров? О! Хм. И такая тишина опустилась на кабинет. Мне очень жаль. Как ты видишь, я пыталась как могла вспомнить. Финн, скажи, что мы говорили про вампиров. Вряд ли там к ней частенько говорили про вампиров. Возможно, она бы так смогла вспомнить. Это просто фильм для попкорна. Попкорн уже хрустит и вкусненький. Так что не нужно тратить время, чтобы находить хороший фильм, чтобы его смотреть. Можно просто съесть его и самого по себе без какого-либо фильма. Just a popcorn movie. Всего лишь фильм. Брайан вернул бизнесную карту в руки владельца с пулей. Карточка уже такая изношенная. Рана от пули, дырка от пули и царапины практически полностью смяли ее. Я всегда хотел поблагодарить вас лично, мисс Виннифред. Не важно, помните вы меня или нет, ваша карточка спасла мне жизнь. Я никогда не мог вообразить, что я встречусь с вами так. Ох. Она взмахнула своей рукой, так сказать, и поместила карточку на стол. Значит, это ты. Что за сюрприз? Явно вот это маленькое такое неудовольствие, отсутствие удовольствия не может энтузиазм Брайна ослабить. Да. Да. Я никогда не мог вообразить, что после всех этих лет вы будете выглядеть именно так же, как я вас помню. Теперь я более чем еще больше уверен. Вы должно быть вампир, или как минимум одна восьмая вашей крови вампирская. Это полностью соответствует моему скрипту, сюжету. моя цель это поднятие при завесу тайны висящей над вампирами, чтобы открыть эти фальшивые легенды и их слухи. Он становится еще более возбужденным, как он говорит, записывая все в свою записную книжку. Она такая блин, надо мне это, не надо, не надо мне этого. Просто подумайте об этом, мисс Винни Фред. разве вы не хотите наконец-таки изменить общественное ошибку, ошибочное мнение по поводу вампиров? Как минимум, как минимум мы можем показать миру более красивую, более настоящую картину. Винни Фред трясет своей головой и садится на красивый диванчик. Ну что ж, мистер Брейн, и как ты собираешься это сделать? С помощью фильма? Конечно же фильм. Я собираюсь сделать один о вампирах. Проблема только, что никто не хочет вложиться в него. Я еще даже не закончил сюжет, но я верю, что как что если вы будете ведущей актрисой, все будет прямо на месте. Может быть, мы можем начать с персональной документации. Ну, исследовать твою родословную и семью прошлое вампиров, о котором никогда не говорили. Это бы точно привлечет внимание инвесторов. Это идеальная возможность чтобы открыть новый рынок. Я могу сказать, что у твоей идеи есть ножки, мистер Брейн. Но я боюсь, я не заинтересован. будто бы холодной водой плеснули на лицо Брейна. Почему? Меня не волнуют фильмы. Сидеть и два или три часа это больше как слабое наказание, чем удовольствие. К тому же, смотреть на экран такое долгое время это похищает наши глаза от их красоты. Этот урон никакое количество косметики не может спасти. Что ты прям Винни Фред. Типа кинотеатры это глупости. Вот она что говорит. Так какой же фильм вы хотите от нас? Ну разговорное шоу вроде ночного шоу было бы замечательно. Никто не нужно никуда идти. Мы можем просто расслабиться на диванчике говорить о моде всяких крутых вещах и смеяться без заботы в мире. Мы можем даже какие-то темы устраивать разговорные и захватывать маленькие фрагменты жизни. Затем собирать их вместе. Да, это было бы интересно. Она тянется и смеется. И смотрит с ожиданием на этого человека с камеры перед ней. мистер Даня обещал мне именно это. Что это было? Приятная атмосфера, простые требования и не нужно даже пальчиком пошевелить. Брайан опустил свою записную и вздохнул. как это сдаваться он решил. Виннифрета кивает уверенно. Она смотрит на стенные часы. Четверть после трех. 3.15, да? Отлично. Мы скоро начнем. клиент с которым я договорилась после обедни будет в любую секунду сейчас. Мы должны сейчас получить бесплатный аутентичный материал. как вы желаете мэм. Эх. Брайан новичок с камерой но он серьезен в том чтобы захватить каждый кадр. Они успешно записали после обеденной встречи у Виннифреда прямо как она и надеялась. После обеденной чай прогулка по саду загорание на солнце. Без сомнения Виннифред довольны этим всем. Тук 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 Это постуки громче чем обычно. Виннифред Виннифред открывай я знаю ты там. Упс Смотрите друзья похоже у нас еще один клиент с плохими манерами она смотрит на камеру предлагая более нежную улыбку чем обычно и важно клиент всегда прав она идет вперед и открывает дверь Добро пожаловать мистер Мэдисон Ох это было так давно с тех как мы последний раз встретились вот почему он говорил что будет чисто встреча поэтому они сперва погуляли погуляли а потом когда мужик пришел такая скандальная настоящая эмоция да какое ностальгичное соединение мы виделись в прошлом месяце мисс Винни Фред его голос наполнен такой едва сдерживаемой яростью вы продали мне это так называю мою лампу памяти говоря что она верно запишет все все что нас освещает но на самом деле он кликнул выключателем лампа бросает нежный желтый свет да прямо так просто представ ты будешь на всю вечность сохранить самые теплые самые красивые сцены всей своей семье под этим самым светом просто подумай никаких переживаний о том чтобы хранить картины фильмов или фотографии все что тебе нужно немножечко арканской энергии и ты можешь сохранить все что угодно даже и голоса ох какая приятная сцена просто подумайте о том просто мысль об этом вызывает слезы у меня это памятная лампа прямо одна в своем роде щелкни ее за низкую цену щелк он отключает лампу это вот как она рекламировала ну ну что ж она работает хорошо его изображение достаточно четко вроде работает как надо не так ли она по-любому соответствует стандарту моих товаров спасибо за то что все подтвердили мистер мэдисон прокашлялся немножко извините так именно в этом то и проблема когда вы продавали мне лампу она записала наш маленький тест идеально но после того как я вернулся с ней домой неважно как много изменений я делал даже после как я взорвал эту лампочку изображение не изменилось ни на йоту и что-то не так как с этим мистер мэдисон она такая я же там записана за чего тебе еще надо то не так она наклонила свою голову не понимая в чем проблема прямо как я рекламировала она может честно освещать все что она освещает бедная маленькая лампа вот награда которую ты получишь за то что так усердно работала и делала свою работу до буквы она провела пальчиками по по лампе по поверхности лампы и вдохнула с тяжелением разве не вы попросили превью о том как лампа работает но это да ах мое сердце было так же печально как ваше в тот момент что за печаль что вы не можете просто доверить качеству моего продукта без того чтобы истратить всю его силу на демонстрацию ах ты это шарлатан ты шарлатанка ты хитрый капиталист его кулаки сжатые как его лицо наполняется яростью ну наша транзакция торговая договор был уже полностью договор закончен как вы все знаете к тому же если ты начнешь сейчас кулаками махать это тебя только в легальные проблемы попадешь она указывает на человека с камерой документирующей все издали конечно же если вы так желаете я предлагаю сервис покупля обратно за десятую оригинальной цены просто ушел мужчина убежал хлопнув дверью за собой как разочаровывающе после выхода гостя запись фильма закончилась как по расписанию ну что ж на этом все ты выглядишь немножко печально мистер брейн простите мисс виннифред я я сомневался что эта сцена попадет подходит вашей документарной записи это была довольно негативная встреча не нужно так переживать об этом я думаю она обладает определенным комедическим качеством так ты не думаешь она напоминает меня об эпизоде ночного шоу который тебе по-любому нужно посмотреть просто будь осторожен а то ты будешь смеяться пока не лопнешь ха-ха-ха брейн такой вампиры существуют в тот момент я должен был признать что мисс виннифред не была вампиром которого я воображал на самом деле наша мелкая редкая встреча не позволила мне полностью понять ее но даже тогда я полностью верил я вцепился в мою веру надеясь что найти то чего я хотел что это будет правдой я продолжал вливать мое сердце в документарные фильмы страсть к вампирам продолжал изучать и изучать все дальше и дальше но пожалуй на этом я эту серию закончу потому что если я делаю большие серии то потом долго-долго бывает серии нет а если я буду серии по часику делать то мне будет гораздо проще отдыхать время от времени и получается что будут всегда через день будут серии выходить и все будут довольны надеюсь и вы будете довольны потому что мне сейчас нужно раяшки проходить вот это вот все осталось то две недели надеюсь вам все понравилось ставьте лайки пишите комментарии и помните через денечек выйдет продолжение потому что я сейчас продолжу записывать а на этом я прощаюсь всем спасибо всем пока